Но перед началом я раскрою вам тайну Время идти в бой! Будет за вами! Начнем мы сегодня с замка Чилинхэм, Великобритания Этот замок, построенный в 12 веке, честно говоря, выглядит весьма безобидно Аккуратная архитектура, красивые сады, коровки вокруг бегают, пасутся А, но еще это место, где убивали, пытали и заживо замуровывали людей Поговаривают, что там достаточно много призраков и духов Есть даже визуальные подтверждения Например, посмотрите на эту фотографию Что вы на ней видите? Создается ощущение, что из-за стекла в камеру смотрит какое-то призрачное лицо Не знаю, насколько можно верить этому снимку С моей точки зрения скептика, это какой-то предмет, который только визуально похож на какое-то призрачное лицо Хотя, кто знает Самой известной легендой этого места считается так называемый сияющий мальчик Который чаще всего появляется в розовой комнате замка Это воспринималось как какая-то шутка, байка и так далее Ровно до того момента, когда проводили реконструкцию замка И в стенах розовой комнаты нашли замурованного мужчину и маленького мальчика Так что я думаю, это очень интересное место для госпастера Но решать вам не Замок Драксхоль Дания Этот замок считается самым густонаселенным призраками замком в Европе Это одинокое холодное здание по легендам стало пристанищем более чем для ста призрак Но Я посмотрел на состояние этого замка в настоящий момент и понял, что это комфортабельный отель Мне кажется, что сейчас все эти байки и легенды мусолятся вдвойне для того, чтобы привлекать в это место туристов Но Если мы посмотрим на видео, которое было снято обычным туристом в этом замке, то мы можем сделать совершенно другой вывод Давайте посмотрим внимательно на запись Она была сделана на камеру, которую оставили в одной из комнат замка на несколько часов И что мы на ней видели? Непонятный расплывчатый объект Который как будто переливается в пространстве Что это такое, я не могу вам сказать Но У меня есть пару аргументов, что это обычный фейк Во-первых, камера якобы оставлена на несколько часов, но во время съемки она почему-то дрожит, как будто ее держат Во-вторых, все это дело снимается через окно То есть через прозрачное стекло И чисто физически вот этот непонятный расплывчатый объект может быть просто отражением чего-то с улицы Насколько это правда, я не знаю Но чисто физически было бы интересно в этом разобраться А вот теперь без шуток я хочу поговорить о месте, которое реально на меня наводит ужас И, наверное, это единственный замок, куда я не хочу ехать Замок Шарлевиль, Ирландия Если вы приедете в эту страну И если вдруг вы любите мистику, вы обязаны посетить это место Потому что оно реально криповое Хозяева замка утверждают, что абсолютно любой посетитель сможет ощутить на себя воздействие потусторонних сил Это капец какое сильное заявление И, честно говоря, звучит как вызов для настоящего скептика Именно поэтому я не очень хочу туда ехать Самая распространенная легенда Это призрак маленькой девочки по имени Хариет Которая погибла, упав с лестницы Лютые интерьеры Разбросанные детские игрушки И, как утверждают хозяева Смех маленькой Хариет Которая по ночам разносится по комнатам замка Понятно, пиздец страшная история У меня же с ума у мурашки пошли И вот сейчас я хотел бы вас добить Чтобы вы понимали, насколько это дикое место Нынешние хозяева замка до сих пор каждую ночь общаются с призраком Хариет Не знаю, насколько у них хорошо это получается Получают они с ней ответы, ведут диалоги Я не в курсе, но они реально каждый вечер собираются в определенной комнате Садятся и читают ей сказку Снимая это параллельно на камеру Они искренне верят в то, что в их самке водится призрак Не знаю, что это правда либо мистификация Это нужно проверить Но вот почему-то я не хочу ночевать в этом чертовом месте Последний момент, который я хочу вам рассказать Я не знаю, как к нему относиться Он скорее касается не замка, а ситуации, которая произошла на его территории Это Оксбург Холл, Великобритания Одинокая туристка, сфотографировавшая мост этого замка Ужаснулась, когда посмотрела на получившийся снимок Внимание на экран Рядом с людьми стоит непонятная черная фигура Это был солнечный день Никаких мероприятий точно в замке просто не было Я узнавала Я искренне не понимаю, кто это был Или что это было Именно так описывает ситуацию девушка, которая сделала этот кадр Лично я настроен к нему весьма скептически Потому что визуально это прямо вот человек, который тупо стоит в мантии рядом с людьми И мне кажется, девушка просто не придала значения тому, что он прошелся по мосту Более того, если ввести в интернете Оксбург Холл Даже на англоязычных сайтах говорят именно об этой ситуации Визуально это похоже на какой-то большой пиар-ход замка, который уже давно не интересен туристам И который хочет привлечь былую популярность Хотя, может быть, я и не прав Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Ну что, ребят, спасибо, что посмотрели это видео Практика выбора локаций для ГОСТа для вас, в принципе, не нова Потому что именно вы выбрали замок Гаусска Или, как его называют, врата в ад Ребят, мне очень важно знать ваше мнение Поэтому напишите номер понравившейся вам локации в комментариях И я поеду именно туда, куда хотите вы А сейчас вы можете посмотреть, например, бэкстейдж со съемок с Егором Кридом в Барселоне На влоговом канале «Все по маслу» Ссылка будет в описании Спасибо, с вами была Лодочка